Я уже говорил не раз и не два. Всегда на границе эпох в смутное время активизируются силы, которые пытаются использовать чувствительных людей для завоевания своих позиций и господствующего положения. Гармония сил правит миром. Всякое отклонение от золотой середины плохо, потому что земля и люди ее населяющие всегда находятся перед выбором между добром и злом, между добродетелью и грехами. Силы зла, деструктивные силы, выносят на поверхность событий людей, имеющих способность чувствовать нарушение баланса сил. Лукавый этим людям дает еще больше сенсорных способностей, и, играя на невежестве людей, преподносит этих чувствительных людей как пророков, посланцев Бога, имеющих дар Божий предугадывать события вплоть до планетарного масштаба. Еще Христос говорил, что придут лжепророки и поднимут смуту, разовьется гордыня и усилится грехопадение. Кому выгодно сохранить ситуацию на земле, когда золотой телец правит, являясь критерием успеха, и разделяет людей на богатых и бедных? Конечно, все это выгодно лукавому, поскольку его задача — развить в людях алчность и сделать крен истории в пользу греха, порока, в пользу деструктивных сил. Деструктивные силы, в случае их победы над добром, приведут людей к разложению общества, к победе кучки богатых людей над бедным большинством и, в конечном счете, к коллапсу человечества. Все это неправильно, и задача моя — восстановить баланс сил и привести ситуацию на земле к равновесию, к гармонии. В этом случае я выбираю человека из толпы, даю ему силы немеренные и называю, назначаю этого человека своим посланником или, по-вашему, пророком. Не могу я ради такой великой миссии выбрать несколько пророков одновременно и использовать материализацию моих сил во многих лицах. Это невозможно. Поэтому я даю задание мое один раз и одному человеку и на данный этап развития человечества. Я не присылаю посланников, пророков множество. Я явлю такого человека один раз в тысячу лет, а все остальное — множество лжепророков — от лукавого. Все, что сейчас есть в прессе о конце света, есть перепевы доморощенных мыслителей от философии, либо происки лукавого, которые провоцируют нестабильность ситуации на земле. Поэтому сторонитесь философов и лжепророков, посланных лукавом. Они есть ересь. Они не от меня. Спасибо. Спасибо.